Первая паральпоменон И собрал Давид всех израильтян в Иерусалим, чтобы внести ковчая Господень на место его, которое он для него приготовил. И созвал Давид сыновей Аароновых и Левитов, и сыновей Каафовых, Уриила, начальника и братьев его, сто двадцать человек, и сыновей Мерариных, Асайю, начальника и братьев его, двести двадцать человек, и сыновей Герсоновых, Иоиля, начальника и братьев его, сто тридцать человек, и сыновей Елисофановых, Шамайю, начальника и братьев его, сто тридцать человек, и сыновей Елисофановых, Шамайю, начальника и братьев его, сто тридцать человек, и сыновей Елисофановых, Шамайю, начальника и братьев его, сто тридцать человек, и сыновей Елисофановых, Шамайю, начальника и брать И призвал Давид священников Садока и Авиафара, и левитов Узиила Асайю и Оиля Шамайю, Елиела и Аменадава, и сказал им, — Вы, начальники родов левитских, осветитесь сами и братья ваши, и принесите ковчег Господа Бога Израилева на место, которое я приготовил для него. Ибо, как прежде, не вы это делали, то Господь Бог наш поразил нас за то, что мы не взыскали его, как должно. И осветились священники и левиты для того, чтобы нести ковчег Господа Бога Израилева. И понесли сыновья левитов ковчег Божий, как заповедал Моисей по слову Господа на плечах, на шестах. И приказал Давид начальникам левитов поставить братьев своих певцов с музыкальными орудиями, с псалтерями, цитрами и кимвалами, чтобы они громко возвещали глаз радования. И поставили левиты Емана, сына Ия-Илева, и из братьев его Асафа, сына Верехина, и из сыновей Мирарьных братьев их Ефана, сына Кушаии, и с ними братьев их второстепенных Захарию, Бена и Аазиила, Шемерамафа и Ехиила, Уния, Елеава, Ванею, Моасея, Матафию и Лефлеуя, Миккиея и Овид-Едома и Ие-Иела, привратников. Еман, Асаф и Ефан играли громко на медных кимвалах, а Захария, Азиил, Шемерамоф и Ехиил, Унии, Елеав, Моасей и Ванея на цитрах тонким голосом, Матафия же, или Флеуй, Микней, Овет-Едом, Ие-Иел и Азазия на цитрах, чтобы делать начало. Ахинания, начальник левитов, был учитель пения, потому что был искусен в нем. Верихия и Елкана были предверниками у Ковчега. Шевания, Иосафат, Нефан-Наил, Амасай, Захария, Ванея и Елеазер священники трубили трубами пред Ковчегом Божьим. Овет-Едом и Иеххия были предверниками у Ковчега. Тогда Давид и старейшины Израилевы и тысяченачальники пошли перенести Ковчег Завета Господня из дома Овет-Едомова с весельем. И когда Бог помог левитам, несшим Ковчег Завета Господня, тогда закололи в жертву семь тельцов и семь овнов. Давид был одет в весоновую одежду, а также и все левиты, несшие Ковчег и певцы, и Хинания, начальник музыкантов и певцов, на Давиде же был еще льняной ефод. Так весь Израиль вносил Ковчег Завета Господня с восклицанием при звуке рога и труб и кимвалов, играя на псалтерях и цитрах. Когда Ковчег Завета Господня входил в город Давидов, Мелхола, дочь Саулова, смотрела в окно и, увидев царя Давида, скачущего и веселящегося, уничижила его в сердце своем. Ковчег Завета Господня